Большой-большой привет! Я рада вас приветствовать у себя на канале. Сегодня у нас новое видео. Сегодня у нас, кстати, 2 октября. И с сегодняшнего дня, точнее у нас как бы со вчерашнего дня, начался новый проект 101 Cotton Toys. Вторая часть, да, потому что у нас первая часть была весной. Теперь мы решили еще раз провести этот замечательный марафон. Но так как у меня сегодня 2 октября, я, начиная видео снимать с сегодняшнего дня, конечно, вязать я начала уже вчера. И вязать я начала вчера даже не с утра, а вот как после 12 прошло время, и я начала вязать в первом часу ночи, получается. Как раз я не спала и решила, думаю, дай-ка я сейчас сразу и начну, хоть немного, но повяжу. Повязала я полтора часа, и потом на следующий день уже продолжила вязание. Пока готовых работ у меня нет. Но у меня есть процессы. И плюс я вам хочу показать несколько готовых работ, которые у меня были связаны до этого проекта, в сентябре еще, да. Хотела вообще заснять видео отдельно, но потом подумала, что нет, начну его снимать как обычный влог, и просто оно выйдет немножко побольше. Но я думаю, что вам будет интересно посмотреть все-таки. Давайте начнем с тех игрушек, которые я начала вязать, точнее, и закончила их уже еще в сентябре. Я вам как-то показывала, что я вяжу снеговичков, мухоморчиков. Давайте, наверное, покажу вам всю коллекцию. Вообще здесь у меня особо ничего не прибавилось. Но все равно хочу я почему-то показать. Кстати, на снеговичка вышел мастер-класс бесплатный. Так что, если вдруг захотите повязать, конечно, вяжите. Так, далее на грибочке я вам уже показывала. У меня ничего не изменилось. Все, такое же количество осталось. Единственное, что я связала вот такой шарик. Здесь идет пенопластовый шарик. Я его просто обвязала. Вообще изначально хотела повязать обычные шарики, сделать его с наполнением, холофайбером, но потом поняла, что, возможно, они будут слегка тяжелые. Хотя снеговички, они не особо прям так плотно наполнены, но все равно. Но они не скажут, что они прям тяжелые. То есть для искусственной елки они замечательно подойдут. То есть они не будут сильно прям тянуть ветку. Конечно, для настоящей елки, да, это уже обутана веточка сильно вниз ее тянуть, игрушка. Но думаю, что все равно тоже можно использовать. Я попробовала сюда вставить пенопластовый шарик, и я его просто обвязала. И он получился, ну я даже и не скажу, что он получился намного и легче. Надо, кстати, взвесить потом. Я вам, наверное, сюда сейчас подпишу, сколько весит снеговичок, и сколько весит, вот допустим, шарик. Тоже сейчас подпишу. И сколько весит грибочек, мухомор. Вот, пока у меня вот такая коллекция игрушек. Хочу, конечно, дальше я еще продолжить повязать эту коллекцию. Все-таки сделать хотя бы парочку наборов, выставить их. Вдруг кто-то захочет их приобрести. Но, возможно, я все-таки не буду выставлять, а просто свяжу для себя, для своей елочки. Вот. Это все, что касается по новогодним вот таким игрушкам небольшим. Так, убираем их в корзинку. И показываю вам следующую готовую игрушку, которая у меня связалась. Она не на новогоднюю тематику, она на тему осени, на тему Хэллоуина. Вот такая игрушечка. Как она у меня вообще родилась? Я захотела повязать какую-либо игрушечку по своей схемке. У меня есть схемка на Гринча, на Оленяшку. И вот я хотела что-то такое же тоже попробовать связать. Только на тему осени. Потому что прямо у нас сейчас осень-осень. У нас очень хорошая погода. У нас до плюс 12-13 днем солнышко светит. И все в таких красивых оттенках. Все желтое, красное, зеленое, такое оранжевое. Прям вот осень-осень. И я подумала, дай-ка я попробую связать что-то наподобие тыковки. Единственное, у меня загвоздка была, когда я начала вязать, я достала глазки и посмотрела, что у меня нет глазок 12 мм. Я их, конечно, уже заказала. Заказала я их на Валберес. И уже получила их. Но игрушку я связала маленько другую. Точнее, даже не другую, а просто немного с другим оформлением. Я нашла в своих закромах глазки, которые я как раз хотела куда-нибудь все применить. И я, наконец-то, применила их в этой игрушке. Вот. Знакомьтесь. Мистер Тыковкин. Хотя я его называла Топумкин. Хотя знаю, что прекрасно. Слово звучит совершенно по-другому. Совсем там не учитается, потому что знаю, что, возможно, мне под этим видео напишут еще какой-нибудь комментарий, где я неправильно ставлю ударение или неправильно произношу какие-нибудь английские слова, например, как слово Валберес. И Валберес говоришь обычно. Я вот говорю Валберес. Я прекрасно знаю, как пишется слово на английском языке. Как оно звучит на английском языке. Но я просто говорю как... Ну, обычно... То есть, обычная разговорная речь у меня сейчас звучит. Так, немножко отошла от темы. Так что это просто мистер Тыковкин. Вот такой замечательный малыш у меня получился. Он у меня связан полностью, получается, по схеме, которая идет и на Гринча, и на Линяша. Все то же самое. Единственное, что я здесь сделала, немножко закрытие головы по-другому. И у меня здесь идут вот такие вот небольшие утяжки. Они очень легко делаются. Я думаю, что многие все знают, как их делать. И, конечно, глазки. Глазки у меня здесь ставлены вот такие вот мультяшные. И мне кажется, они вообще прям сюда здоровски вписались. Здесь я еще сделала вот такую вот зеленую часть тыковки. Думала сделать листочек, но потом что-то ушла у меня эта мысль. Хотела я, конечно, сделать улыбочку, как я делаю, как всегда. Вот так вот на бок. Но я сделала, мне показалось, что что-то тут не то. И потом я решила сделать вот такую улыбку. Вышила бровки, связала шарфик. Шарфик я, кстати, тут попришивала просто в нескольких местах. Здесь, вот здесь и, по-моему, здесь, чтобы он не снимался. Глазки я все думала, каким образом мне их поставить. Хотела вообще вот таким образом поставить. Потом я их поставила вот так. Но в принципе, то есть, можно их вертеть и так, и так. Я думаю, что это хорошая идея, когда можно вот так глазки будут переворачивать. Вот. Я их, конечно, там прижила зажигалкой. То есть, припалила немножко, чтобы они никуда не делись. Но вертеться они могут, потому что это одна деталь. То есть, это не два разных глазика, а один. Ну, одна пара глазок в одной детальке. Если так можно выразиться. Вот. Вот такой малыш у меня получился. Хочу, конечно, сделать на него описание. Но пока я все откладываю-откладываю. Но знаю, что как бы нужно выпустить. Я думаю, что в октябре. Потому что в ноябре этот мастер-класс уже будет не актуален. Но, конечно, он будет актуален и на следующий год. Но думаю, что, наверное, выпустить сейчас надо будет. В принципе, это недолго сделать. Но все равно это занимает времени. Я бы даже сделала небольшой мастер-класс. То есть, полностью просто описание. Но все равно я потратила несколько часов. Потому что это надо напечатать текст. Плюс это надо сделать фотографии. И все это потом еще весь текст переносить на картинки. Все это проверять. И то есть, это все равно занимает определенное количество времени. Так что я пока не знаю, когда я займусь им. Потому что у меня сейчас маленько другие планы. Но об этом я вам расскажу чуть-чуть попозже. Вот. Но все-таки я хочу выпустить на этого красавчика мастер-класс. Так, ладно. Про него я рассказала вам. И еще у меня есть одна готовая работа. Это большая работа. Она была выполнена на заказ. Я ее как раз успела закончить. И начать вязать новые игрушечки. Вот. Этого красавчика вы уже все знаете. Вы его видели. Я его вязала в прошлом году тоже на заказ. И вот в этом году у меня поступил еще один заказ. И планируется. Девушка сказала, что еще другая девушка закажет у меня его в середине октября. Вот. В этот раз у меня этот красавчик вязался честно на одном дыхании. И мне так я прям вязала классно. Мне не мешала ни пряжа, ни каркас. То, что это довольно-таки сложная, да, игрушка идет. И я прям с удовольствием его связала. Давайте, ладно, не буду я вас долго томить. Это вот такой красавчик. Он у меня, конечно, в кадр вообще не помещается. Потому что он получился опять довольно-таки большой. Он выходит, по-моему, около 45 сантиметров. Просто, по крайней мере, так получился. Этот я точно пока не знаю, не замеряла. Ну, я вам вот здесь сюда подпишу, сколько он все-таки получился ростом в сантиметрах. Вот. Он опять связан из такой же пряжи. Пряжи я вяжу из пехорка. Детский каприз теплый. Идет она 50 грамм, 125 метров. У автора вообще написана пряжа такая же, только идет просто пехорка детский каприз на 50 грамм, 225 метров. У меня я использую теплую. Получается игрушка побольше. Крючком вязала также кловером 2 миллиметра. Это мой стандартный обычный крючок, которым я вяжу постоянно практически. И вот такой вот красавчик получился. Я его начесала. Распушила всю пряжу. И вот такой он волосатенький получился. Шапочку, шарфик и носочки я вяжу от себя. В этот раз я записала. На носочке, кстати, я нашла у себя в закромах, где я писала. Потому что я помню, что я должна была записать, так как я вязала, естественно, 2 носочка. Мне надо было один связать, а второй связать точно такой же. Вот, я записывала шарфик. В принципе, тут все легко и просто. По шапочке у меня была запись, но я так и не поняла, что я там вообще написала. Я написала что-то 50 воздушных петель и потом 8 рядов, и там убавки. Что? Как? Зачем? Ничего не понятно. И я все-таки решила заново связать шапочку. Шапочка у него вот такая. Кстати, она вот так вот смотрится. Конечно, сейчас тут маленько все. Так, надо взять мне расчесочку. Кстати, начисываю я его липучкой. Знаю, что девочки расчесывают вот такими вот расчесочками, которые идут для животных. Но чисто вот у меня эта пряжа, она особо не начисывается. Именно расческой. Может, у меня расческа неправильная? Она у меня идет металлическая, но тут все равно такие вот есть капельки на кончиках. Вот такой красавчик. Глазки здесь у меня стеклянные. Это все у меня приклеено. Носик у меня был изначально коричневый. Но я его решила в этот раз не просто покрасить. Потому что в прошлый раз я красила акриловой краской. По-моему, закрепляла лаком. У меня все хорошо держалось. В этот раз я подколупливаю сам носик, а у меня все отваливается. И я долго думала, что мне сделать с этим носиком. Потому что мне, в принципе, цвет нравится. Зеленые и акриловые краски. Может быть, что-то случилось с краской. Или нос у меня неправильный. Хотя я его зашлифовала пилочкой, чтобы была такая поверхность шершавая. Чтобы было хорошее сцепление с краской. Но все равно что-то пошло не так. И я это отодвинула в сторону. И сейчас покажу, как я сделала вот этот носик. У тебя в закромах я нашла вот такую ворсовую пудру. Зеленого цвета. Я не помню, зачем я вообще ее заказывала. Изначально у меня была белая, розовая. Это я еще цветы делала, что-то такое. А вот зеленую, наверное, скорее всего, для листиков я и заказывала. И вот она идет вот такая вот. То есть она... Ну, я думаю, что понятно. Ворсинки. То есть вот если вы видели, если у вас есть носики, которые идут такие мохнатые, ворсистые, розовые, например, носики часто девчонки используют. Вот это что-то вот подобие такого. И я нанесла прозрачный гель-лак матовый. И потом помакала его в эту баночку носик. И у меня получился вот такой вот носик. Не знаю, будет видно, нет. Но я думаю, что будет видно. И он такой слегка ворсистый и очень классный. Еще бы, конечно, если была бы пряжа, у меня вот такая вот темно-зеленая, чтобы сделать вот улыбку и бровки, я вышиваю, я маленько делаю другое оформление. Мне так больше нравится, как выглядит кринч. Если была бы такая же пряжа, вообще бы здорово было, прям супер-классно. Но у меня нет такого прям темного зеленого оттенка. 126-й от Cotton Gold, он сюда не подходит. А остальные все оттенки, они у меня более светлые. Вот шапочку я вам не показала. Снять, сняла, а показать не показала. Вот такая шапочка. Она связана у меня с пряжей Ярнард Крисмас. Вот такой вот у меня гринч получился. Просто красавчик. Он полностью на каркасе, то есть у него все гнется. Все ручки, ножки, пальчики. Так, надо будет вот так сделать. И думаю, что надо написать девушке, которая меня заказывала. Ну что такое? Вот, вот. Давай, давай. Во, все. Думаю, что надо написать девушке, которая меня заказывала. И, наверное, уже его готовить к отправке. Я хочу вам потом заснять, как я буду упаковывать. Как раз мне сейчас должны прийти коробочки. И, надеюсь, я покажу, как я буду упаковывать этого красавчика. Вот. Так что, его убираем. Так, ну, а теперь уже давайте поговорим на тему 101 Cotton Toys. Я думаю, что многие смотрели этот проект весной в этом году. Мы с девочками участвовали в этом проекте. Организатор, я думаю, что, ну, не стоит, наверное, представляться. Ну, я думаю, что все знают. Организатор это я этого проекта. Нас участвует 45 было изначально. Ну, мне еще одна девушка написала. Наверное, будет 46 у нас участниц. Вот. Будем снимать вам видео, показывать, какие игрушки мы будем вязать. Игрушки у нас будут, конечно, из тонкой пряжи. Такой пряжи, как хлопок, полухлопок, шерсть, акрил. Можно у нас использовать пряжу, например, как Крисмас она относится. И там еще несколько видов пряжи. Мы не будем вязать ни какой плюшки, софти. Все это сюда не относится. У нас будет также номинации. То есть, самое большое количество игрушек или 101 игрушка. И еще у нас очень большой список номинаций. Классных, здоровских. Также будут призы. Ну, я думаю, что потом вам об этом в конце этого марафона я расскажу. Уже какие у нас номинации и кто у нас победил в этих номинациях. Вот. Я долго думала. Я, конечно, хотела участвовать. Но думала, стоит ли мне прям вот совсем участвовать. Думала, просто буду вязать некоторые игрушки, что-то там из тонкой пряжи. И все. Но потом я все-таки решила поучаствовать. И меня заманила Оля. Оля у нас спонсор. И у нее просто замечательная, потрясающая номинация, про которую мимо я пройти не могла. Потому что я как раз планировала повязать новогодние игрушки. И все, чтобы они были из тонкой пряжи. И свяжу шапочки из Ярнат Крисмас. Вот. Это что у меня сейчас в процессах. Что у меня дальше? Дальше я буду к вам подключаться, наверное, каждый день или каждые два дня. Скорее всего, что... Ну, наверное, каждый день, каждые два дня. И показывать. Вот. Я хочу связать из вот этой пряжи. То есть это точно такая же пряжа, только цвет. Это идет белый оттенок номер 01. Но он на самом деле далеко не белый. Я сейчас вам как раз покажу. Мне просто в пряжа пришла белая от джинс. Это номер 62. Заказывала его как раз для новогодних вот этих игрушечек. И это 62 оттенок. Он прям белоснежный-белоснежный. И вот этот белый, который написано, что он белый. Я, правда, посмотрела по палитре в интернете. И он, правда, пишет, что он белый. Ну, вот он не белый. Но мне этот оттеночек прям замечательно подходит. Я купила мастер-класс. Мастер-класс на мишку. Честно, не помню, как называется. Но я вот здесь подпишу. Автор Людмила Орлова. Буду вязать этого потрясающего красавчика. Вяжется, конечно, по мастер-классу, по-моему, из другой пряжи. Там что-то, наверное, типа травка-хлопок или накопоришь. Сейчас скажут опять, что я неправильно пряжу говорю. Ладно. Пора ехали. Я не обижаюсь, в принципе. Конечно, меня немножко это нервирует. Так вот, знаете. Ну, чуть-чуть задевает. Но, с другой стороны, я не такой человек обидчивый. Я очень быстро отхожу. И когда мне поступил один комментарий, когда я под прошлым влогом, наверное, под прошлым, да, влогом, скорее всего, что я неправильно ставлю ударение, неправильно произношу слова. Честно, мне сначала задело, было обидненько немножко. Ну, я буквально через пять минут отошла, и все, у меня дальше замечательно. Потому что я вот сама по себе, как я говорю, что я очень быстро отхочивый человек. То есть я обижаться долго не умею. Вот у меня муж, например, он наоборот. Если он обиделся, это все. Это все пропало. К нему не подходи. Это надо ему очень долго по времени отходить. А вот я, я даже порой, как-то было один раз, что-то я обиделась. Он подходит ко мне через пять минут. Ален, ну что, все нормально? А я уже отошла. Я же говорю, ну дай мне еще пять минут хотя бы обижаться. Ой, памяти мне не хватает в телефоне. Походу, отключается все видео. Так, я вам рассказала, кого я собираюсь вязать. Еще я как раз говорю, что я прикупила пряжу. Ярнар джинс, пять моточков взяла. Вот, это оттенок номер шестьдесят два. Я надеялась, что она придет более такая вот, более мягкая. Не такая вот, прям вот скрипучая. Цвет, конечно, белоснежный. Классный, потому что у меня в планах повязать снеговичков. Я надеюсь начать тоже в ближайшее время. Но, я не знаю, будет вам слышно, нет? Ну, такой скрипучий пришел. О, боже мой. Я надеюсь, что у меня хватит связать хотя бы одного снеговичка из этой пряжи. Но у меня просто белого оттенка особо нет. У меня все-таки ближе к молочному оттенке. Белая пряжа у меня закончилась. Вот, надеюсь, мне хватит. На этом у меня вроде все. Я пошла довязывать гринчиков. Увидимся с вами в следующем подключении. Всем еще раз привет. У меня очередное подключение. Сегодня у меня уже 7 октября. У меня раннее утро. И я решила к вам подключиться. Хотела вообще, как и говорила в прошлом подключении, подключиться пораньше. Но, как обычно. То одно, то второе, то третье. И еще вижу иногда. Вот. У меня есть две готовых работы уже. И несколько процессов. Некоторые игрушки у меня практически уже готовы. Потому что я прям увлеклась и завязалась. Потом, думаю, надо сначала заснять. А потом уже полностью до конца оформить все игрушечки. Так, ну давайте начну я, наверное, с готовых работ. Я думаю, что вы догадываетесь, что это за готовая работа. Это гринчики. И вот два вот таких вот красавчика у меня получились. Так, я хотела им еще шапочки повязать. Но пока я думаю, еще буду ли я им шапочки вязать или нет. Я их вот таким образом оформила. Знаете, думала, они мне получатся такие няшные. Но сейчас смотрю, они у меня такие прям, мне кажется, что-то они уже затевают. Еще хочу сделать фотографию с большим гринчем. Я его еще не отправила, так как жду коробки для отправки. И хочу сделать фотографию. Но теперь я думаю, может быть, правда, стоит им довязать шапочки. Но, в принципе, так-то они полностью у меня готовы. Насчет шапочки. Я как и сказала, что я еще пока не знаю, что-то у меня тут все подцеплялось. Нет, вот Алена, возьми, да подготовься. Нет. Надо с бухты-барахты начать снимать видео. Ладно. Вот. Такие вот два у меня гринчика получились. Это у меня две готовых работы. Дальше у меня процесс. Это я, как и говорила, начну вязать мишку. Но для начала хочу рассказать небольшую такую историю с пряжей. Я вам говорила, что я хочу повязать из вот такой пряжи детский каприз теплый. Это оттенок белый, 0,1. Но я все думала, вдруг мне не хватит на него одного моточка. И я поехала, купила еще один моточек. Два моточка у меня есть. Еще сразу покажу покупочки, потом дальше продолжу про вот эту пряжу. Купила еще детский каприз теплый оттенок номер 65 экзотик, из которого я вяжу гринчиков, потому что у меня там сколько? Три моточка, наверное, есть, скорее всего. Но вот думаю, вдруг еще закажут, а на одного полноценного большого гринча уходит два моточка. Все покупала у себя в местном магазине. И взяла еще один красный, последний моток. Оставался 90-й, потому что у меня красного совсем нет. Я когда вязала на заказ игрушку Наклса из Соника, у меня весь 90-й оттенок ушел. Я там еще даже что-то добавляла из остатков, но все у меня ушло. Остался 26-й. 26-й он для новогодних игрушек. Ну, мне кажется, он такой прям совсем светленький, он такой еще белесый. Мне совсем не нравится. Ну, вот взяла последний моточек, сказали, привезут. Кстати, у нас по 130 рублей моточек такой. Ну, в принципе, один моточек можно купить. А мне красного как бы не особо много надо, но все равно он нужен. И я потом заехала в Фикс. И увидела там пряжу. Как раз я как-то рассказывала пряже об этой, что хочу тоже ее попробовать. Это Кроха. Она тоже состоит, там у нее есть в составе шерсть. Вот, можно даже посмотреть. И она тоже классно начесывается. Вот Снежана писала, она в том году вязала тоже гринчика, по-моему, мастер-классу, по бесплатному, из зеленого цвета, из такого 65-го. И тоже классно начесывается. В принципе, ну, здесь идет 40 грамм, 108 метров. А если покупать, наверное, в обычных, да, вот магазинах, то есть обычный 50-граммовый моточек, там, по-моему, идет 135 метров. Сама по себе ниточка, это она намного мягче. Вот так вот берешь, это какая, и здесь эта нитка помягче. И это тоже оттенок 0,1, белый. И смотрите, как они отличаются. Изначально я, как говорила, хотела вязать из этого, из этой пряжи, но когда я увидела этот моточек, я думаю, блин, все, надо вязать из нее. Приобрела два моточка, связала мишку практически, осталось только его все оформить. И после этого я поехала и купила еще 4 моточка. Но теперь я еще собираюсь в магазин ехать, только с другим цветом, но об этом я вам расскажу потом со следующей игрушкой. Так, рассказываю про мишку. У меня ушло целый моток один, он идет 40 грамм, и ушло, наверное, еще грамм 10, может, 15, от второго моточка. То есть одного моточка на этого мишку не хватает. А сейчас я вам покажу этого мишку. Вообще он еще, конечно, не готов, не оформлен до конца. У меня, когда младший сын пришел, увидел, говорит, мам, ты что, тюлени вяжешь? Я говорю, нет, мишку. Приходит муж потом, а через некоторое время, то есть он не слышал разговоры с младшим сыном. Такой тален, ты что, тюлени вяжешь? Я говорю, нет, это мишка. То есть, походу, реально он похож на тюлень. А потом присмотрелась, ну да. Вот. Такая вот у меня заготовка. Он говорит, чуть-чуть не хватает лапок, и будь тюлень. Вот. Что хочу рассказать по вязанию из этой пряжи. В принципе, мне понравилось. Даже понравилось намного больше, чем из вот этой пряжи, из пихорки. Пихорка, она маленько такая пожестче. Эта пряжа помягче, с нее у меня прям быстро-быстро связался. Мишка, ну, он у меня еще недооформленный. И я его уже начала начесывать. Начесываю я его липучкой, и вот такой вот эффект получается. Здесь у меня глазки на безопасном креплении 8 миллиметров. Сделала утяжку, вставила носик вот такой. Так, и связала еще ручки. Ручки я тоже уже подначесала. Я вообще сам первые ручки вязала. И знаете, если вот, как говорю, что сама по себе пряжа вяжется намного легче, ну, по крайней мере, для меня, и когда начесывается, он тоже такой вот оля-ля-ля-ля-ля, господи, да что такое? Вроде проснулась, кофе попила. То есть, как я и говорила, вот из этой пряжи вяжется намного проще, по крайней мере, для меня, чем из детского, из детских, каприз. Как и говорила, из этой пряжи мне понравилось больше вязать, чем из этой пряжи. Здесь, кстати, если вот сравнить на ощупь, когда вот начешешь, она намного мягче, например, такое воздушное, знаете, как облачко, такое вот прям мягенькое-мягенькое. Здесь она, в принципе, приятная на ощупь тоже, но все равно не такой эффект, как из этой пряжи. Вот, если был бы 65-й оттенок, где-то здесь, в местных магазинах, я бы его тоже прикупила. В принципе, можно на заказ, думаю, что можно будет заказать, наверное, этот оттеночек, поискать и заказать. Ну, пока у меня есть, в принципе, на гринч, надо использовать эту пряжу, а то я куплю ту и буду из той вязать, а эту заброшу. Нет, ладно, теперь я использую всю эту пряжу сначала, а потом уже буду заказывать ту. Так, две ручки и, что еще там? А, и два ушка. Вот. Там еще дальше вяжется снуд. Как раз я вот буду его вязать из обычной красной пряжи, 90 оттенок от Ярнард. Насанется все начесать, связать шарфик, точнее снуд, и все, в принципе, игрушка будет готова. Вот. Это у меня такой процесс. Я надеюсь, что я его до конца этого отчета дооформлю. Тут, в принципе, недолго. Возможно, сейчас сяду оформлять, потому что, ну, есть желание его оформить. Вот. Так, что у меня еще за процесс? Я его вчера начала. Так, сейчас, секундочку, надо найти все детальки. вот, вот, вот такое чудо у меня вяжется. Это пингвинчик по бесплатному мастер-классу. Я его уже вязала. Он у меня был в таком сером варианте. Сейчас я вам сюда вставлю фоточку. Он у меня, так, я его вязала, наверное, в новогодних стартах, скорее всего в двадцать первом или, двадцать первом году или в двадцатом. Точно не помню. И в этом году, летом, у меня его купили на ярмарке. И я, что-то тут, когда я список себе составлял, какие игрушки, в принципе, можно повязать на новогоднюю тематику. И вот он у меня был в списке. Я его начала вчера вязать из другого оттенка. Из темно-синего такого. Красивого оттенка. Думаю, свяжу темно-синий. Сделаю ему красную шапочку, красный снуд. Начала вязать. Связала одно крыло. Может быть, я довяжу, в принципе, этого пингвина. Пока не знаю. А потом такая сижу, думаю, ну что-то вот, ну не идет у меня. Ну что-то вот, нет у меня желания на данный момент, чтобы вязать именно такого оттенка. Что-то захотелось мне поярче. А то у меня все зеленое, гринчи зеленые, сейчас белая пряжа. Думаю, что-то охота такое вот поярче, повкуснее, такое няшечное. И я нашла у себя пряжу. Это у меня пряжа Ярнарденим Бошет. Розовый оттенок. Сейчас вам вот сюда подпишу. Красивый, потрясающий оттеночек. И желтый, это тоже Ярнарденим Бошет. Сейчас я сюда оттенок вам тоже подпишу. Вот, я решила связать няшку, розовую няшку. Вот, в принципе, довольно-таки быстро вяжется. Тут связать всего лишь крылышки надо, лапки, а потом вяжется одна деталь, и все по мере вязания ввязывается. Единственное, что здесь пришивается, клюв, но его тоже можно пришить на, когда ты вяжешь, то есть, когда ты еще полностью не довязана вся игрушка. Вот, пузико я вот такое связала. Думаю, может быть, надо было побольше, но я пока думаю над этим пузиком, потому что я хочу сделать шапочку из вот, как раз, из вот этой пряжи, потому что она классно начесывается, мне кажется, будет здоровский эффект, и как раз розовый такой пингвинчик, ну, надо здесь еще оформление, конечно, сделать, может быть, снуд, оно, если я сюда буду делать снуд, я вот боюсь, что будет, ну, как-то будет сливаться пузико белое, хоть эта белая пряжа, это просто ярнарт, но мне кажется, будет все равно сливаться, и будет как-то не это, не так красиво смотреться. Но это я еще подумаю потом, когда свяжу шапочку, вот, я хочу связать шапочку, снуд, полностью оформить, а вот насчет пузико я пока подумаю, и будет у меня такой няшечный пингвинчик, но я думаю, что он будет подходить под новогоднюю тематику, он в шапочке, в таком, в снуд, да, я хочу связать не шарфик, как у меня в прошлый раз было, а именно снуд сделать, это меня мишка вдохновил, вот, вот такой вот пингвиненок. Так, и еще один процесс, который я тоже начала вязать, потому что у меня этого красавчика купили, тоже купили летом, в этом году на ярмарке, у меня, кстати, в этом году несколько игрушек на новогоднюю тематику ушли, у меня остался только Алини Рудольф, потому что я его возила на ярмарку, так, извиняюсь, у меня там включился ноутбук, точнее реклама, потому что я смотрю кино, и думаю, пока я сейчас засниму, поставил это, а реклама автоматически включается почему-то, вот, так, ладно, показываю, ну вот такая у меня мордочка связалась, так, далее, что у меня, что, 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 ушки, два, и рога, зелененькие рога, ставлю вам фотографию сюда, классная фоточка, мне очень нравится, потому что я обожаю просто такие вот оттеночки, вот такого я буду оленя вязать, вообще, по мастер-классу он идет, лось, Майкл, кто-то мне как-то, по-моему, писали, что это олень, а может быть, это лось, да, скорее всего, это олень, наверное, но по мастер-классу он идет, лось, вот, его я вяжу, начала, кстати, вязать из пряжи Ярна джинс, 0,7 оттенок, по-моему, так, сейчас точно скажу, да, 0,7 оттеночек, вот, зеленый, это номер 52, и белый, ну, это обычный белый, вставила глазки на безопасном креплении, 10 миллиметров, и в этот раз я вставила фетровые кружочки, они у меня уже готовы, кстати, это очень удобно, конечно, я уже привыкла вырезать, но тут мне как-то Таня дарила, и я решила, вот, их использовать, здесь я носик не вставляла, я просто забыла про него, потом, когда я уже мурочку пришила, смотрю по мастер-классу, там можно было носик вставить, в принципе, у меня есть черные носики, можно было вставить, но, я прошляпила этот момент, поэтому я просто вышила, ниточка черной, вот такая вот мордашка у меня получилась, так, вот такие у меня процессы на данный момент, я планирую сегодня и завтра прям хорошенько так повязать, и закончить все вот эти работы, по крайней мере, мишку, пингвина я точно закончу, я, наверное, сейчас даже сяду, их полностью буду, мне кажется, оформлять, а потом дальше буду заниматься оленем, не знаю, олене закончили или нет, может быть, еще что-то начну параллельно вязать, вообще, хотела начать вязать большого снеговика, ну, как большого, довольно-таки такого, ну, не маленького, средненького, но очень интересного, я его очень давно хочу связать, я хотела его повязать, и все, откладывала, откладывала, и тут в итоге я купила мастер-класс, и теперь я вот точно 100% буду вязать, но буду вязать я его из пряжи Ярна Арджинс, белотина, который я купила, не знаю, надолго ли меня хватит, потому что он там идет полностью, да, весь белый, то есть у него никаких других там, ни штанишек, ничего такого нету, и из этой пряжи, конечно, вязать довольно-таки нелегко, вот, ладно, все, на этом буду я с вами прощаться, я пошла за вязание, увидимся с вами чуть-чуть попозже, и так, еще раз всем привет, сегодня у меня уже воскресенье, 8 октября, и я к вам подключаюсь третий раз, и это уже будет последний раз в этом блоге, и буду дальше монтировать влог, и выпускать его уже на канал, вообще, хотела сделать завтра, но потом решила, что все-таки, наверное, сниму сегодня, и так, давайте начнем, у меня 4 готовых работы в этом отчете, я вам сейчас сразу их покажу, все 4 работы, один процесс у меня продвигается, в принципе, там осталось не так уж много, и я начала еще один процесс, но об этих двух процессах, я их сейчас, конечно, вам покажу, но уже продвижение, и надеюсь, готовые работы, будут уже в следующем видеоотчете, сейчас снимаю видео, и у нас, знаете, на этой неделе тоже еще пока хорошая погода, ну, хорошая в том плане, что у нас сухо, и температура у нас плюс, у нас на этой неделе, точнее, не на этой уже, на следующей неделе, даже будет до плюс 22, я вообще не помню, такой теплый октябрь, но сейчас снимаю, у нас просто пасмурно, но очень как-то так, знаете, атмосферно, уютно, а у меня здесь уже новогодняя тематика, но, как я и говорила, что я в этом, в этом проекте буду вязать, скорее всего, по крайней мере, я так планирую, вязать буду только новогодние игрушки, и, конечно, для декора мне надо новогодний декор сделать, для декора новогодний декор, гениально, ладно, давайте приступим, как я вам показывала, в том, подключении, что у меня готовы два гринча, и опять они не в чем-то, вот, два гринчика у меня были готовы, пока я им шапочки не вязала, скорее всего, не буду, у меня, то я хочу связать, то не хочу, да ладно, так, на их сторону, снова уберу, следующая готовая работа, это у меня Мишка, красавчик Мишка, блин, единственная, что к этой пряжи, к такой волосатой, сразу что-нибудь прилипает, вот, вот такой вот у меня малыш получился, вообще, он в мастер-классе идет меньше, но там маленькая другая пряжа, по-моему, 18 сантиметров, а у меня получился, так, сейчас, секундочку, так, сантиметра у меня под рукой нет, но я нашла линейку, это линейка старшего сына, как-то дарили им, так, и получается, что он, ну, практически, 20, ну, не 20 сантиметров, 20 с половиной, получается, сантиметров он получился, вот, такой вот упитанный малыш, он, по ощущению, он такой мягкий, его охота тискать и тискать, я вчера его когда-то делала, муж показывал, говорю, ну, все, вишни тюленин, говорит, ну, теперь да, теперь точно, мишка, а до этого, говорит, был тюлень, вот, связала им вот такой вот шарфик, точнее, снуд, по мастер-классу он там вяжется, маленько из другой пряжи, она намного тоньше, что-то слоногол такое связано, какая-то такая, знаете, ну, тоже волосатая пряжа, которую не начесывать надо, она сам по себе чуть-чуть волосатенькая, пушистенькая, и она такой дает эффект такого, знаете, прям шерстяного снуда, но я решила связать, как говорила, из Ярнарджинс, оттенок номер 90, и здесь я сделала его поменьше, потому что ниточка потолще, вот, но я теперь думаю, что, скорее всего, надо мне какую-то будет прикупить пряжу, белых, красных таких вот оттенков, не знаю, чтобы повязать к Новому году, или вообще, шапочки, шарфики, ну, что-то вот такое, я думаю, что из этой пряжи будет классно вязаться, так, припудрила щечки я тенями, сделала оформление, и сделала такие очки, и здесь подвешила такую вот, я ее пришила, подвесочку, в виде снежинки, это я подсмотрела у Нади, потому что я очень обожаю смотреть видео Нади, особенно, где что-то такое на новогоднюю тематику, она постоянно вяжет, какие-то такие вот классные, потрясающие игрушки, которые вдохновляют, и их охота повязать, вот прямо загорается у тебя вот этот момент, ты прям смотришь и думаешь, все, я сейчас буду вязать, я, кстати, следующую игрушку, я тоже начала вязать, когда увидела ее у Нади, но купила я мастер-класс недавно, и я тоже ее уже начала вязать, вот, но вот такой вот мешутка получился, классный, кстати, вот эта пряжа, она лучше начесывается липучкой, прям вообще классно, очень, я быстро начесала его, по сравнению даже вот этих маленьких гринчиков, хотя кажется, что они вообще тут мало начесаны, они начесаны, глава побольше, ну, а ножки, ручки я так сильно особо не чесала, хотя можно подчесать, но вот эта пряжа, она намного проще начесывается, потому что, например, большого гринча, я начесывала прям, ого-го, сколько времени, но мне его надо было прям конкретно начесать, потому что он все-таки огромный, большой такой, и это плюс игрушка на заказ, и он, конечно, должен быть таким волосатым, эти уж такие более маленькие, их, конечно, за большую цену не продашь, и я их начесывала, ну, недолго так, чтобы было, вот, но вот такой вот у меня мешутка получился, классный, мне он безумно нравится, я, конечно, хочу еще одного связать, возможно, я его свяжу в этом марафоне, но об этом мы потом посмотрим, так, и еще одна готовая работа, охота мне их, чтобы они все тут были, ладно, пусть пока вот так полежит, это пингвинчик розовый, ну, знаете, честно, когда я его оформила, я поняла, что он вообще на пингвина не похож, ну, никаким образом, он мне напоминает какую-то птичку, не знаю, напишите ваше мнение, одно ли мне так кажется, но сейчас я вам покажу, вот так, вот такой вот получился милаж, так, сейчас я пузико еще покажу вам, сразу не отключаюсь, вот, я хотела его пришить, я его прикладывала, и вчера, и сегодня, сейчас, вот перед тем, как снимать видео, думаю, ну, может быть, надо его сделать, ну, вот, я его прикладываю, но мне не нравится этот эффект, возможно, пузико можно было бы связать какого-то из другого цвета, вообще, у меня, где-то в остатках, но это не точная информация, была пряжа, тоже, я, наверное, до ним вошед, только белый оттенок, но он даже не белый, он такой, ближе к молочному, и, возможно, мне попробовать связать, но мне все равно кажется, что он будет вот так вот сливаться, или вот таким образом, не знаю, убрала, мне, в принципе, так нравится, он такой необычный получился, как и говорила, снут и шапочку, я свяжу из пряжи кроха, которого я вязала, как раз и мишку, я его связала сначала снут, померила, все хорошо, все, прямо это, потом решила начесать, начесала, кстати, не липучкой, а расческой, так, где расческа, вот такой вот расческой, это, которую вот расчесывают, для домашних животных, для кошечек, и мы ее как-то покупали, хотели катать, но потом мы так передумали, и я ее себе захлопала, вот, мишку я расчесывала, и гринчи липучкой, как говорила, а вот снут и шапочку, я решила начесать в расческой, расческа хорошо, в принципе, начесывается, именно вот такие детали, то есть, самого мишку, его просто можно расчесать, не знаю, как девочки начесывать, у меня, по крайней мере, особо не получается, то есть, мне не дает расческа, такого эффекта, как от липучки, я начесала снут, и он у меня получился вот таким огромным, мне пришлось его обратно распускать, и делать уже по форме, то есть, когда расчесываешь, получается намного больше, шапочку я тоже связала, она была прям впритык, я ее начесала, а она получилась, ну, она небольшая, но она вот так спокойно сидит, то есть, она, ну, как бы сказать, если перевернуть, то есть, она вывалится, вот, кстати, если вот так снять, то получается вот таким образом, такой прям птенчик, не знаю, мне почему-то эта птичка вот таким образом напоминает из-за мультика Angry Birds, вот, а, припудрила щечки, пастели, хотела сделать улыбочку, ну, мне как-то, когда делаешь улыбку, мне почему-то пацана сразу напоминает, а мне хотелось, что розовая, мне кажется, это девчонка, сделала такое вот оформление, с таким образом, смотри, кажется, такой грузный, скажет, ну, что вы тут со мной делаете, из пингвина, в птичку, так, и вот такая вот шапочка, вязала ее поворотными рядами, полустолбиками без накида, да, или полустолбиками с накидом, нет, полустолбиками с накидом, вот, сделала помпон, я его делала на помпонице, и потом, я его просто обрезала аккуратненько, и чуть-чуть начесала, но я его особо не начесывала, вот так, и вот такое вот птичка у меня получилось, вот так вот, тоже классно смотрится, но мне кажется, хорошо, когда вот так вот видно бровки, так что вот такой вот милаш у меня получился, так, ну и по процессам давайте расскажу, сделала немножко оформление оленя, по мастер-классу он лось, майкл, вот, я когда пришила полностью рожки, ушки, поняла, что куда я потом буду делать шапочку, непонятно, куда я ее потом буду лепить, у него такая небольшая такая шапочка красненькая, с балаболкой, может прилеплю, может нет, пока вязать не буду, довяжу, когда телится, потом посмотрим, так, и еще у меня готовы две ручки, вот, вообще они идут, пришиваются, но я не хочу пришивать, я буду их вязывать, это что у меня по полосю майкл, я там начала еще ножки вязать, но там у меня просто маленькие эти запчастюльки, я даже не знаю, стоит их показывать или нет, вот, вот, еще вот таким вот образом я вяжу лося, лосяшку, или оленяшка, и, как я говорила, начала я вязать еще одну игрушку, это пингвин, ой, пингвин, господи, почему у меня все равно у меня пингвин, снеговик, вяжу его из ярных джинс, и, знаете, это ад, ад, все, вот так смотришь на камеру, ну, хорошо смотрится, белоснежный оттенок, ну, блин, ё-моё, какой мне пришел вот этот цвет скрипучий, я так надеялась, что все-таки придет не такой скрипучий, так, это оттенок у меня, так, это 0,7, это вообще не то, сейчас, секунду, 0,1 или 62-й, 62-й, а я вот не помню, я тогда покупала в местном магазине, еще в том году, наверное, в ноябре, когда я планировала, что я буду вязать огромный заказ, тоже, мне кажется, 62-й я покупала, только попала в местном магазине, и он такой мягкий был, с него так приятно было вязать, кстати, он у меня есть, наверное, это не 62-й, это 0,1, скорее всего, да, вот, это вот остаточек, и он такой мягкий, такой классный, я вот его использую на какие-то небольшие, так, вот игрушки, как сейчас вяжу, например, оленя, да, на снеговика надо больше, и он хрустит, ну, слышно, ну, в принципе, как раз, да, для снеговика, мне кажется, замечательно подходит, и по цвету, что он белоснежный, и по хрусту, что он хрустит, хотя снеговика лепит, вообще, из липкого снега, ну, ладно, вот, начала вязать, вообще, начала сначала вязать, прям, плотненько, вяжу кловером, двоечкой, но, я вот, замечаю, что у меня, такие вот, прям, дырки, то есть, их сразу видно, но, зато, когда тянешь, особо не это, но, их видно, потом, я уже решила, расслабить, маленько, вязание, не вязать, так, прям, плотненько, не знаю, как будет, при набивании, будет это, заметно, или нет, но, если вот так, растягивать, то, видно, отверстие, посмотрим, как будет, но, другого варианта, у меня, пока, нет, я думала, съездить, в местный магазин, прикупить, там, белый, джинс, по 130 рублей, и то, я не знаю, есть, там, 62 или нет, мне, хотелось бы, чтобы он, прям, был, я тогда забрала последние 7 мотков, и с ноября того года, я его весь потратил, вот, остаточек, ладно, будем так вязать, а на этом у меня все, буду я с вами прощаться, всем огромное спасибо, что вы смотрите мои видео, что вы пишете самые замечательные комментарии, ставите лайки, мне это безумно приятно, это очень мотивирует к созданию новых видео, также я оставлю ссылочки на девчонок, если вдруг вы захотите посмотреть их видео, у нас огромное просто количество замечательных мастериц, я думаю, что это будет классное время, когда будет выходить большое количество видео, они уже начали выходить, девчонки начали уже выпускать, я потихоньку тоже начала смотреть подвязание, потому что в последнее время что-то прям у нас очень туго с видео, мало кто выпускает, а если кто-то выпускает, то выпускает такие крошечные видео, или все, где вяжутся одни игрушки из плюшевой пряжи, я, конечно, тоже люблю вязать из плюшевой пряжи, я ничего против этого не имею, но иногда так охота посмотреть игрушки, которые такие более детализированные, которые вяжутся из тонкой пряжи, безумно охота посмотреть именно видео с такими игрушками, но вот, пожалуйста, теперь у нас будет целый месяц, когда мы будем выпускать такие видео с вязанием игрушек из тонкой пряжи, все, на этом я буду с вами прощаться, всем огромное спасибо еще раз за просмотр, увидимся с вами в следующем видео, всем пока-пока!